Что касается цифрового производства? И если кто-то был на лекции, которая предвещала как раз первый курс на техническое проектирование, я начинал ее с представления животного, это игуана, которая у меня какое-то время жила. И почему? Потому что на самом деле у нас неконцентральная тема, которую мы избрали для этих двух курсов является оболочка кожура кожи, то есть некое что-то, что стоит между двумя разными следами определяет программу поведения между собой. То, как мы это контролируем и то, как чистую сторону контролируем. Это, естественно, метафора и главная аллюзия. Это является кожа в животном. Чем просто красиво зовут очень главный, потому что она представляет собой довольно-таки сложный набор разнообразных систем дифференциаций областей кожи, которые отвечают за разные функции. И при этом являются некими, у них в базисах одни и те же клетки, которые немного дифференцированы по свойствам и их характеристикам. Но в чем-то интересное, представьте себе, что если не бывает сектор, то вы можете контролировать то, каким образом будет выглядеть и действовать ваш продукт. И вообще, что такое продукт. И как раз цифровое производство – это та связка, которая позволяет превратить архитектуру в продукт. И вообще, в принципе, архитектура всегда является очень долгое время и продолжает восприниматься как нечто уникальное, свойственное только этому какому-то локальному месту, отвечающему на характеристики этого места. Но в то же время интересно то, что, а всегда там массовое производство, что-то еще, это что-то такое однообразное, не уникальное и повторяющееся многократно. Но в то же время интересно заключается в том, что цифровое производство, оно немножко изменило ситуацию. Но для того, чтобы начать, начнем с одного проекта. Кто-нибудь знает, знает такой проект. Этот проект никто не видел. Можете потом зайти на сайт. Этот проект… Вы можете за 1900 долларов купить себе такие кроссовки. Мне кажется, они клевые. Видео в этих кроссовках в том, что эти кроссовки, они имеют, как видите, кучу разных вариантов. Это кожа ската, которая… Почему они, собственно, такие дорогие? Потому что кожу ската готовят специально для вас, в смысле геномодифицированный скат. И вы можете зайти на сайт и связать некоторые кроссовки, разнообразные паттерны, которые у вас есть. И, собственно, практически собрать себе кожу, выработать некий паттерн для ската, который будет выращен для вас. И из них сделаны ваши кроссовки. Всем захотелось как-то такого. Явно это то, что называется продукт, собственно. Вы получаете абсолютно уникальное сочетание цветов, раскраски и текстур. Они сделаны для вас, но они сделаны неким общим, единым способом. Притом, что вы видите, а первым это еще некий интерфейс, вы всегда можете сейчас сделать. Красота этого проекта заключает в том, что это, естественно, неправда. Это проект скакультивного дизайна, один из таких очень громких в свое время. И он подкреплялся, на самом деле, очень многими количествами разных, замечательно, забавных видео, связано с тем, что как ребята реально делают скат. Скатом они выращивают и, в общем-то, этому верят, потому что, естественно, потому что мы знаем же, что геномодифицирование существует, почему бы не сделать. Что мне этот проект нравится и почему, мне кажется, он, собственно, связан, во-первых, с сигуаной. Ну, во-первых, потому что они оба имеют именно ту самую разнообразную кожу и раскраску. Но здесь интересно именно то, что ребята создали именно некую абсолютно уникальную историю, которая оборачивает это все в целый продукт, которому начинаешь верить, потому что он обернут, он сделан как продукт. И, на самом деле, интересно то, что архитектура, в общем-то, тоже может идти по этому направлению, не теряя своей уникальности. И что дает сочетание двух вещей? Это смешение цифрового производства и вообще подходы к вычислительному дизайну. Это первые две вещи на выходе. Это то, что у вас происходит автоматизация, причем на нескольких уровнях, о которых я уже упоминал немножко, буду о них еще повторять. И массовая автоматизация – это то, что вы каждую, это как бы массовая настройка, на массовую индивидуализацию, когда вы каждый объект подстраиваете под пользователь, или под локацию, или под место, или под условия. В общем, каким-то образом вы его ставите, опять же, на разных уровнях. И, в общем, наш курс как раз в том числе и будет направлен на то, чтобы попробовать создавать архитектурные объекты, какую-то архитектурные оболочки, как именно, как некий полноценный продукт. Давайте представим теперь некую ось, на которой по вертикали у нас это некие производственные процессы, которые могут быть изъяты от очень обычных, совсем обычных процессов, кончая некими абсолютно автоматизированными процессами. И есть некие проекты на выходе, которые могут быть некие со всеми индивидуальными и стандатизированные. Естественно, в нижнем левом углу у нас будут некие мастера, которые изготавливают что-то уникальное, своими руками, только по индивидуальному проекту. Есть массовое производство. И вот в такой тихотомии мы существовали очень долгое время. Весь конец 19 века, начало 20 века. И эта тихотомия, она как всегда чувствуется, на этом ведутся и маркетинговые войны, в смысле, что у вас массовое производство, а у нас мастера сидят, специально для вас делают что-нибудь. Или наоборот, мы специально для вас разработываем массовое производство, чтобы вам было дешево и при этом комфортно. И вот. Но вся эта область между ними, она не заполнена. Но на сайте еще есть вторая ось, которая, в общем-то, совсем современная. Это слой, связанный с третьей ось, которая говорит о некой адаптивности. Адаптивности уже в процессе, после выпуска изделия. Потому что у вас может быть некий статичный век, он сделали, и он такой, как его сделали, и больше никаких нет у него изменений, и он выпускается один раз навсегда. И некое максимально изменяемое, которое как-нибудь должно подстраиваться под нужды или изменение контекста. И, естественно, эти все три осени довольно-то условные, естественно, понятно. Но мы сейчас будем смотреть на некий проект, чтобы вообще понять, что да как. И я специально ввел три на каждом проекте. Будет шкала примерного соотношения этих трех осей, насколько каждая. Например, первый проект — это павильон, где вы видите поверхность, набранная из деревянного бруса, которая зафрезерована и отшлифована. И представляется абсолютно собой уникальная поверхность, естественно, с уникальными свойствами. Но понятно, что она абсолютно индивидуальна. При этом интересует уже то, что, естественно, она не делалась вручную. То есть видишь, что там, естественно, уже появляются роботы, уже появляется цифровое производство. И, в общем-то, в любом случае это намного в тысячи раз быстрее, чем если бы это взяли бы мастера и постепенно бы с ручными инструментами постепенно бы эту форму сглазили. Но, естественно, она как структура и работает как структура, которая сделана один раз и работает навсегда постоянно. То есть у меня нет никакой системы адаптации. или возьмем как раз это максимально то самое первое, максимально близко к тому, что мог бы сделать мастер. На то же время есть проекты. Итак, если подходить к следующему проекту, то здесь как раз немножко другая ситуация. это водочка, которая может быть поставлена на любое место здания, и ее главная функция – это очищать воздух в городской среде, потому что внутри этих компонентов есть специальный материал, который абсорбирует тяжелые элементы из воздуха, и постепенно, и таким образом вокруг этого здания более-менее становится чистая среда. Как вы видите, здесь по-другому обычный подход к производственным, это такая псевдо-вариативность, когда у вас сам по себе конструктор такой сложный, что в принципе у вас появляется очень сложный узор, но при этом на самом деле это все абсолютно сделано так, как это сделал бы любой, не знаю, завод, не знаю, форда, в котором есть что-то некое массовое производство, как просто налажено на одним способом сделанное. Единственное, что конструктировано таким образом, что у вас появляется ощущение некого разнообразия. Тоже подход, тоже имеет право на жизнь, и вообще здесь надо понимать, что когда я сейчас буду рассказывать про проекты, здесь нет плохих или хороших решений, здесь просто есть некоторые варианты того, какие подходы были применены, в зависимости от того, к чему и для какой функции, и для каких систем их внедряют. Потому что есть экономические ситуации, есть производственные какие-то увеличения, есть некая экономика, связанная вообще с тем, что дешевле, что дороже. И вообще здесь интересный момент заключается в том, что когда появляется реальное производство, естественно, вы начинаете играть в игру, связанное с такой, по большой степени экономической деятельностью. Вы начинаете считать производственные процессы, в виде экономической модели. Естественно, это все превращается. Об этом тоже интересно размышлять, потому что таким образом, на самом деле, любой офицер, который более-менее сталкивается с реальным строительством, он, естественно, всегда считает сметы. Это понятно. Но он обычно считает в очень укрепленных вещах. Потому что до них какие-то ребята уже посчитали в мелочах какие-то производственные процессы. Например, там, не знаю, кирпич, цена кирпича уже обходит все его расходы, связанные с его производством. Но когда вы придумываете вещь на основе цифрового производства, следующее любого производства, например, как создать некие офицеры, и они пытаются это внедрить в виде именно продукта. То есть то, что будет продаваться, то, что упаковано в упаковку и в некий финальный образ в виде самого объекта и в виде того, как вы это понимаете, как это будет внедряться. И вы понимаете, что это может быть внедрено на различные фасады. То есть некая вещь, которая будет применена неоднократно. Это, собственно, то, что в первую очередь отличает продукт от некого уникального объекта. Или вот проект Елены Трофановой, который тоже является преподавателем курса. Это проект ячей, который живет в МО, и он вырабатывает электричество. Единственное, что тоже сам по себе объект имеет свойство подобное тому, какое имеет свойство, например, кирпич. Сам кирпич как объект неизменяемый, опять же, как некий продукт, но из-за того, что он имеет довольно-таки простые комбинаторные свойства, но из-за этой красоты он из-за него составляет большую вариативность объектов. И здесь, в принципе, такой, у нас есть некий кирпич, потому что определенный образом разница в химических элементах позволяет создавать ингредиенты электрического поля. Адаптивность его, конечно, не очень высока, но он может быть довольно сильно автоматизирован, сам процесс этого производства. И что уже здесь интереснее, что здесь, по сути, монокомпонентная система, то здесь есть просто некий, точнее, оно не совсем моно, конечно, там все равно есть дополнительные провода, что-то еще, собственно, сам МОВ, но здесь нет разнообразия элементов, что тоже часто является частью стратегии, производственной стратегии, которая позволяет вам, используя определенные техники и минимизируя количество процедур, которые будут совершать над объектом, вас приводит к некому эффективному результату, что вы просто делаете в один заход практически весь объект. Таким образом, появляется некое изменение, когда вы, если вы думаете о партитуре как о неком объекте, то вы всегда решаете некие локальные проблемы и применяете для этого некие локальные решения. Для того, чтобы эти проблемы не решены. А когда вы начинаете думать об объектах, об архитектуре не как о продукте, что на самом деле не отменяет, естественно, в первую сторону, просто вторая интернативная сторона направления, вы говорите уже о неких обобщенных проблемах, например, как в первом варианте, например, в предыдущих проектах было, где в первом вы очищали воздух, но, в общем-то, всем хорошо бы очищать воздух, это никакого обобщенные проблемы. Или, например, в того случае, вы можете вырабатывать практически ни с чего, то есть не просто у вас живет растение, оно вырабатывает практически ни с чего. Приятно, приятно. Употребимо, опять же, во многих ситуациях. Но что вы еще можете сделать? Вы можете понимать некие кастомизированные решения, то есть решения, которые немножко подстраиваются, то есть они основаны на неком общих принципах, общих производственных процессах, но на самих процессах заложена возможность, которая позволяет процесс немножко подстраивать под локальные нужды или локальные характеристики. И таким образом у вас происходит постоянно какая-то локализация, то есть появляется локализация. Именно вот это, собственно, два вторых момента связаны как раз с внедрением цифрового производства и ценность его в современном мире, почему так его любят архистры, и, собственно, почему мы его пытаемся так или иначе продвигать. Потому что у вас нет возможности создавать действительно эффективные решения, и экономические, и в целом, которые включают определенные функции, если вы все время работаете в возрасте неких локальных решений. Потому что вы слишком много тратите энергии, ресурсов, на то, чтобы постоянно воспроизвести подобные однообразные решения. И как это вообще примерно работает? В данном случае это, как вы видите, проект Simplex Noise, который делал Владимир Владимирович, который тоже так же пропадает на нашем курсе. Это проект некой снеглянной оболочки, но которая уже в себе содержит определенные степени автоматизации, и сама система позволяет экстомизировать ее. В первую очередь, все элементы, как вы видите, они подобны. То есть у вас есть некие подобные узлы, но они все иначе отличаются. То есть они имеют некую параметрическую модель, которая была создана в грандскопере. Это позволило создать изменяемый узел, который переводится уже в разряд чертежей и моделей, которые необходимы для цифрового производства. потому что иногда для цифрового производства вам не нужны именно модели, потому что не нужны чертежисти, но нужны как раз 3D-модели или какие-то модели уже в виде некого просто набора цифр, которые можно взять из параметрической модели. Так или иначе, у вас есть напрямую обычно связь параметрической модели и производственной модели, и ваш каждый узел немножечко изменен, но и соответственно он позволяет создавать некую сложную геометрию, которая подстраивается. В данном случае это было сделано под какой-то определенный, должно быть покрытие определенное здание, но оно может быть, как вы понимаете, может быть немножко модифицированной, не сильно меняя модель, и подстроена под какой-то другой контекст. В данном случае здесь нет чего, здесь нет самой упаковки, которая позволяла бы это предложить клиенту, чтобы ты мог вместе или с архитектором, или вообще отдельно каким-то образом себе приспособить этот объект и сразу его заказать. Это в какой-то степени может быть предельная форма, которая могла бы. Вот если думать в этом направлении, вообще показываю некие вариации определенных оболочек и вообще каких-то систем. То есть интересный проект, интересно, потому что у него есть развитие. Это одна та же компания, которая начала с того, чтобы начала думать о том, как бы создать некую оболочку, с которой будет иметь очень сложную форму, но при этом естественно будет экономически оправданная, и при этом позволять ее очень быстро генерировать, создавать геометрию и переводить ее в формат уже финального производственного процесса. И вы видите здесь, в общем-то, самый реализованный прототип, и видите определенный настроечный экран, где видно некий элемент, который позволяет вообще модифицировать эту оболочку в процессе проектирования. Эта оболочка также проектируется единожды, она не меняется. Интересно здесь заключается в том, что у нее есть вторая ее инкардация, она даже так же называется. но здесь как раз, почему интересно рассматриваться этого проекта, потому что здесь видно эволюция того, как проектировщики постепенно оптимизировали процесс. На самом деле в этом тоже заключается часть продуктовой стратегии, классической, связан с тем, что вы постоянно оптимизируете решение, которое у вас возникает. Потому что, естественно, первое решение, оно не является оптимальным. И если, например, в архитектуре эти итерации могут быть 1, 2, 3, 4, 5, то есть не какое-то небольшое количество раз может быть что-то оптимизировано, то когда вы работаете с некими, в некой продуктовой идеологии, то для вас оптимизация является неким основным, занимает очень большую часть вашего времени. И вы постоянно оптимизируете определенные процессы, вы оптимизируете материалы, в смысле находить более лучшие материалы так, чтобы они подходили лучше по свойствам. Вы можете оптимизировать самую конструкцию, вы можете даже вообще полностью передумывать конструкцию, делать вообще другую конструкцию, если вы в какой-то момент понимаете, что вы уперлись в потолок возможностей, так той или иной структуры, тех или иных конструктивных решений. Вы можете также работать над самим софтом, оптимизировать софт, который позволяет вам, например, вычислять кривизну, или конструктивные расчеты делать. Вы можете оптимизировать то, какое это будет по космосу, например, то, как вы будете представлять, презентовать это в виде какого-то веб-приложения или какой-то другой вещи, которая позволяет вам быстро, максимально быстро и качественно создавать последующие вариации этих продуктов, как сами изделия выпускать. здесь очень интересный момент в том, что такой софт, здесь не очень обычный для архитетов, потому что, естественно, архитетеры любят говорить о том, какие у вас красивые виды, какие у вас текстуры или что-то еще, или как у вас чувствует себя человек в этом пространстве. Важный момент заключается в том, что мы сейчас фокусируемся на второй части, но на самом деле первая часть никуда не уходит. Естественно, если вы архитетер, вы всегда думаете о том, как человеку хорошо, почему это для него будет правильно, и какие проблемы ты его решаешь, и как он будет ощущать в этом пространстве. И все это просто обязательно к выполнению. А еще есть вот эта следующая часть, связанная с тем, что вы можете перейти на некую другую идеологию и попробовать в ней проработать. Или вот, например, проект, где тоже интересно было спуститься на некий масштаб, немножко на другой масштаб, где вы увидите некую конструкцию для интерьера, перегородки, которая уже имеет дополнительные свойства. они могут адаптироваться к среде, в том числе, что они могут... У них есть две структуры, есть сама структура конструкции, на которой вы вешаете некие элементы поверхности из войлока. То есть это пластиковые элементы, которые крепятся друг к другу, создают ячейки, и эти ячейки заполняются уже войлочными поверхностями. Таким образом, вы всегда можете немножко собрать ее, то есть вы самому пользователю даете некий инструмент для адаптации. Но, конструкцию, естественно, вы предзадаете заранее. Она также сделана по принципу некого подстройки всех элементов. То есть у вас есть базовые ячейки, но на самом деле они в процессе корректирования, естественно, могут принимать какие-то более странные формы. Но эти формы статичны и стабильны. То есть они произведены один раз и больше не изменяются. Что может происходить в интерьере, это то, что вы можете поменять расположение, что вы открываете, что вы закрываете. Какие полигоны. это уже один из моих проектов, где была другая идея, подход другой. Когда мы отказываемся вообще от того, что мы создаем некие разнообразные элементы, то есть максимально делаем автоматизированное производство, чтобы мы делаем одинаковые элементы. но на выходе вы получаете адаптированную систему, адаптирующуюся к изменяемой системе. Потому что у вас есть элементы, которые имеют поворотный механизм, и если все элементы двигаются в одном направлении, то на самом деле у них под разным лампом появляется очень сильно разнообразный паттерн. Таким образом у вас появляется некая программа внутреннего освещения в создании. Здесь, соответственно, как раз примерно другая идеология, когда адаптивность, адаптация, изменчивость она возникает вообще не на уровне самого объекта, а возникает лишь на уровне комбинаторики, на уровне их объединений в единую систему. Или, если вы уже говорите о адаптивности, то интересен этот проект связан с тем, что он в очень пределе функциональности, что он показывает еще сторону того, как вообще быть, для чего мы можем применять эти адаптации. Зачем такие сложные полочки, которые адаптируются? Потому что наша среда, в которой мы живем, она постоянно предъявляет нам необходимость в новых действиях внутри нее, в новых программах. Например, вот мы сейчас находимся в этом пространстве, и хорошо бы, например, и здесь нет никаких приспособлений, которые бы улучшали так или иначе звуковые состояние этого помещения. Потому что в этот момент, когда я сейчас разговариваю, наверное, лучше бы, чтобы я говорил, и мне было хорошо слышно. Например, тех, кто сидит в зале, их было хуже слышно, соответственно, чтобы их голоса, например, какие-то возгласы, они чуть были менее слышны. При этом, например, когда я бы закончил бы, и, например, какие-то появились бы вопросы, можно было бы поменять ситуацию. можно было сделать таким образом, чтобы мы разговаривали, и нас было хорошо обоюдно слышно. И именно, как минимум, даже только для этой ситуации в этом зале уже есть две программы действия. А на самом деле в этом зале происходит очень много программ. Мне кажется, что как раз если вы создаете некую архитектурную оболочку или поверхность какие-то, которые позволяют вам акустические, которые позволяют вам эту программу постоянно подстраивать. И, в общем-то, данный проект как раз на этом, где вы видите некую универсальную оболочку, предполагается, что она будет выглядеть везде одинаково. Ну, может цвет панели изменится, к чему мы уже привыкли. Но интересное заключение в том, что это кинетическая структура, которая может видоизменяться в процесс реального времени. Таким образом, здесь тоже подобным образом реализована система, потому что у вас элементы, в общем-то, одинаковые. И они собраны одинаковым образом. Но именно их взаимоположение и определяет основные свойства этого объекта, этой звуковой системы, этой звуковой поверхности акустической. И, соответственно, вы можете таким образом менять в пространстве и менять свойства, акустические свойства. Но что ещё интересно? Когда мы вообще начинаем говорить о чём-то производственном, то, на самом деле, появляется ещё очень интересная одна особенность связана с тем, что мы проектируем с помощью производственных процессов. У нас, например, на предыдущих курсах, да, на предыдущем курсе был такой вопрос, который мы, условно, называли «техномеметика». Связан с тем, что нужно было, чтобы каждая команда получала некий набор случайных производственных процессов, и нужно было сочинить, понять, как бы их убежать вместе, чтобы получить, что они могут получить из этого сочетания, и отвечая на поставленный вопрос, про проектный вопрос, который у них был. Потому что, на самом деле, чем отличается процесс такого классического производства архитектурного проектирования, когда, в общем-то, зачастую архитектор, не все естественно, я специально усугубляю этот момент, что архитектор не задумывается о том, с чего будет воспроизведено. Потому что всегда можно построить из кирпича, потом заштукатурить и покрасить. Будет какая-то форма. И, в общем-то, этот строительственный процесс лишь каким-то образом подстраивается под эту идеологию. Но они сейчас очень сильно ограничивают архитектор, потому что в какой-то момент, оказывается, что, не знаю, больше какой-нибудь балки, больше какого-то размера, оказывается, уже нельзя. Пролет уже невозможен, или что-то еще. Или кривизны не получается. Или не получается из-за того, что вы так придумали, не получается сделать какую-нибудь поверхность двояхной кривизны так, чтобы она так была красиво отполирована, чтобы у нее было не кривое отражение. Это, например, частное свойство даже каким-то зданием, которое построено в каком-то бюро, типа, не знаю, заходить. Когда ты приходишь в само здание, там есть какая-нибудь красивая перегородка твоей кривизны, но у нее такое отражение щелепинистое, потому что, в общем-то, ребята пытались максимально отполировать, но не получается. Потому что сам процесс, в котором это был создан, но, в общем-то, более-менее стандартный. То есть это какие-то стандартные материалы, стандартные технологии. Потому что не додумали, не досчитали, пожалели денег, не знаю. То есть там много процессов, много естественных условий всегда в этом связано. Но мысль не в том, что давайте делать одну поверхность, а в том, что когда вы думаете о чем-то, вы можете уже придумывать с помощью технологии какой-то, с помощью технологических процессов. И более того, вы можете придумывать технологический процесс, который будет вам позволять придумывать другие типы объектов и так далее. Таким образом вы технологический процесс как бы вводите полностью внутрь в то, каким образом вы думаете. И вот, например, в проектах тоже, как на один из каких-то стандартных проектов, где у меня появилась мысль, что можно использовать две роборуки, где одна роборука будет иметь некий такой стакан, там вы можете видеть, а другая будет иметь некий такой щуп, который будет продавливать. Таким образом вы можете создавать очень сложные поверхности, из тонкого алюминиевого листа, которые могут иметь свойства связанные и с отражениями, но и которые могут быть использованы для каких-то более функциональных вещей. Можно повесить, можно даже, не знаю, или вы можете использовать это как отражатель определенным образом. Так или иначе, это как производственный процесс сам в себе. То есть был придуман некий производственный сам по себе процесс, который позволил совсем по-другому посмотреть на то, как можно создавать поверхность. И после этого я еще обнаружил несколько проектов подобным способом. Естественно, сам по себе, опять же, что-нибудь всегда интересно, на самом деле, что многие производственные принципы, они часто рождаются у разных людей, примерно в одно и то же время, потому что появляются некие предпосылки к этому. И это всегда очень интересно наблюдать, как у кого как получается. И вот, собственно, здесь вы видите как минимум уже два проекта, как на самом деле много их себе попробовать могу, то можно много чего найти по этому поводу. И, в данном случае, это был воркшоп, где ребята, например, те же самые технологии использовали. Вот. Только единственное, что они использовали не две руки, а одну и другую руку, что немножко по-другому изменяет, что тоже интересно, если я всегда об этом, собственно, то, что у вас появляется зона влияния этого щупа, этой иглы, она распространится практически на всю поверхность, и по квадратичному закону усилий бывает. Я как раз пытался вот эту штуковину избежать. Так иначе, здесь как раз интересно то, что вы именно разрабатываете технологический процесс, который становится частью вашей продуктовой линейки. И если уж говорить о том, как создать продукты, можно спуститься еще чуть дальше, в общем-то, на обложку другого уровня, в смысле, на одежду, человеческую одежду. В общем, то, что тоже является частью, во мне так, программы, как архитектурной некой архитектурной геологии, тем более, когда это одежда с пластикой. Ну, я думаю, что многие видели этот подобный проект, не подобный, это проект, это Neurosystem. Это один из вариаций их напечатанных на 3D принтере одежды. Но здесь как раз интересно то, что если вы будете наблюдать этот процесс, если вы откроете потом как-нибудь сайт, что советую, и посмотрите, как это долго развивался, сайт довольно-таки долгий процесс того, как были поставлены разные инструменты, потому что постепенно перейти от концептуального, концептуальный день, давайте напечатаем одежду, до конкретной истории. И здесь очень интересно заключается то, что чтобы эту одежду производить, вы используете какие-то 3D принтеры. И 3D принтеры всегда имеют определенный небольшой размер. Ваши задачи заключается в том, что это одежда, это не отдельные кусочки пластика, точнее, это отдельные кусочки пластика, но они печатаются в один раз. То есть, что вы должны напечатать эту одежду в один раз. Потому что вы не собираетесь сначала кучей отдельных элементов, а потом эту группу вставляете, долго, постоянно путаясь, какой элемент с каким-нибудь стыковать. Идея заключалась в том, что на самом деле, изначально они такие печатались, по отдельным кусочкам. Но понятно, что так невозможно сделать. Но 3D-печататель, в принципе, позволяет вам печатать механически связанные элементы в один захват. Просто у вас появляются механические зазоры между элементами, и когда печать прекращается, у вас получается два связанных элемента. Они даже могут не иметь никакого способа разъединиться между собой, но они изначально уже соединены. Но потом же надо как-то напечатать, у вас есть вот такая вот одежда, замечательная. Ее надо каким-то образом напечатать. И чтобы ее напечатать, вам нужно сделать симуляцию, которая позволяет вам собрать объем того, что может напечатать китобиток один, и вот вы складываете в этот объем вашу одежду. Таким образом, вам необходимо к тому, чтобы просто разработать саму одежду, вы должны еще придумать производственный принцип, который позволит вам максимально экономно и экономично это сделать. так, чтобы это была продуша. К слову говоря, чтобы вы вот эту модель максимально плотненько упаковали в 3D принтер, а потом вам вся эта модель будет уже напечатана по слоям в финальное изделие. Опять же, самое интересное, конечно, является, на мой взгляд, конечно, является именно сама связка между тем, как вы придумываете что-то, то, как вы устраиваете технологический процесс, производственный процесс, и потом как вы привозите в финальный продукт. что еще интересно здесь в этом проекте, это то, что здесь опять же работа с мономатериалом, то есть у вас есть некий один производственный процесс практически, который выполняет целиком, то есть у вас есть только одна третья печать, и после этой одной третьей печати у вас есть целиком вся одежда. Ну, может быть, она не очень удобная, я ее не носил, но... Но... Альга Инатьевич. И чтобы как-то это конспоризировать, есть такой термин в производстве софта, к которому сейчас я имею много отношения, это Software as a Service, когда у вас не просто софт какой-то, а вы этот софт оборачиваете некую модель, которая может быть интересна, которая может быть употреблена пользователем без каких-то мучений, там нужно скачать, купить диск на каком-нибудь рынке, его там где-то взломать, все что мы знаем. А как бы вопрос как бы доставляет этот продукт, а плюс еще лучше, когда какая-то поддержка к нему, а ну, что-то еще, и на самом деле есть вот поддержка Software as a Service, когда у вас продукт является неким сервисом, на самом деле, который предлагаете. и вообще-то идея, которая у меня лично в голове, что на самом деле и архитектура может быть предложена людям, причем она может быть предложена на самом деле как архитекторам, которые могут чем-то пользоваться, что позволит им создавать какие-то, быстро производить какие-то объекты или части объектов, но и официальному пользователю, который позволяет как раз упаковывать некий архитектурный объект даже как некий сервис, который позволяет вам перейти к этапу. Здесь, собственно, как раз возвращаясь опять к тому, к тому, что делала, они, это не архитектурно, но тоже сам по себе принцип очень красивый, когда у вас есть некий веб-сайт, может быть, кто-то вас даст пользоваться уже, когда вы можете, у вас есть сайт, где вы настраиваете собственный, там, в случае, браслет, это называется, правильно, можете настроить собственный браслет, и в плане есть некие параметры, есть некое взаимодействие через интерактивную среду с этой моделью, и потом вы просто пишите, сохраняйте и купите, сохраняйте и покупайте, и через какое-то время вам приезжает именно этот объект. И, в общем-то, на нашем курсе мы как раз будем, в том числе, пытаться сделать некие, как бы связать, перевести просто некие паралитрички модели, которые все так любят, сделать что-то там в гороскопере, в некий, обернуться в некие производственные, действительно производственные какую-то историю, когда у вас есть действительно производственные прототипы, и плюс они будут еще иметь способы изменяться. Но изменяться и настраиваться для того, чтобы быть произведены, естественно невозможно стремиться сделать абсолютно какой-то стартап по производству, не знаю, самых лучших обложек во Вселенной, но по тренироваться мы можем, и это будет тренироваться вполне себе качественно. Ну и возвращаясь, собственно, к самой идеологии, то я попытался отразить этот процесс, который будет стоять перед арктивным. Я знаю, что у вас сначала есть, естественно, некая проектно-пераметрическая модель, в которой вы, естественно, сделаете некие проектные прототипы, из вида изменяете самого, как что-то изменяете проектную модель, а потом вы переходите уже, вы станете более взрослыми, вы переходите к производственным прототипам, производственным прототипам, что когда вы уже работаете с реальными масштабами, с реальными технологиями, и пытаясь именно понять, как производственный процесс влияет на ваш проект, и как они его, потому что там есть определенные дополнительные возможности, есть определенные ограничения, которые необходимо учесть, для того, чтобы вашу модель все время апгрейдить, переводить на более эффективный уровень. А потом, естественно, вы после этого создаете некую уже продакционную параметрическую модель. Продакционную параметрическую модель это модель, которая в конечной счете будет отдавать уже все необходимые данные на производство, которая можно будет обернуть в некую дополнительную обвертку в виде некого приложения, какого-то веб-приложения. В общем, как-то будет обернуто, может быть это просто набор скриптов, который будет удобным, так иначе это некая обвертка, которая позволит настраивать эту модель так, чтобы сразу на производство отдавать уже правильные данные, чтобы сразу все это производить. И, наконец-то, вы получаете уже на выходе некий продукт тот самый ААС. И здесь, получается, вы как раз в этом продукте соединяете некие сервисные изделия. Вот. Это, в общем-то, то, что я хотел рассказать. ААС.